МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автор и руководитель международного гуманитарно-просветительского проекта обмена православной молодежи «Россия. Святая земля. Связь времен и поколений» Сергей Александрович Ступников. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Сергей Александрович, сегодня тема нашей передачи затронет молодежные институты в Калужской области. Вы, как руководитель и член одного из движений в нашей области, хотелось спросить, какие вообще существуют в Калужской области, и, собственно, чем они занимаются. В Калужской области, как и в других областях нашей России, существует ряд молодежных институтов. Это молодежное правительство Калужской области, молодежный парламент Калужской области и молодежно-избирательная комиссия Калужской области. Каждый молодежный институт выполняет свои функции. Допустим, молодежное правительство Калужской области является консультативным органом при правительстве Калужской области. То есть, у законодательного собрания? Нет, при правительстве Калужской области. При законодательном собрании уже на протяжении многих лет действует молодежный парламент Калужской области, который одной из основных направлений деятельности, которое было принято несколько лет назад, является законотворческая деятельность. И также это молодежно-избирательная комиссия Калужской области, основной целью которой тоже является просветительская деятельность членов тех ребят, которые входят в избирательную комиссию. Просветительская деятельность среди молодежи и просвещение в сфере выборов, как это проводится, и помощь в организации самого процедуры выборов в Калужской области. Понятно. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы попали в это движение? То есть Международный гуманитарно-просветительский проект обмена православной молодежи. Все-таки звучит громко. Ну, расскажите поподробнее, кто придумал, кто создатель этого проекта, ну и, в общем-то, с чего все началось. Смотрите, наверное, в самом начале бы хотелось отметить то, как я бы вообще попал в молодежные институты Калужской области, которые зародились уже на протяжении нескольких лет в Калужской области. То есть, учась еще в школе, я узнал по рекламе на телевидении то, что происходит набор в молодежный парламент Калужской области. Тогда я обратился к своему руководителю, да, тогда классный руководитель называются. Сколько вам лет было? Мне было лет 16, лет 16. Это я еще учился в 10 классе. Вот, она меня отвела к заучу, да, зауч меня дала определенный перечень документов, которые я заполнил, да, и отослал по указанному адресу. Вот, сразу я скажу, я не попал в молодежный парламент Калужской области, а попал уже до выборов, да, и проявлял свою, показывал свою активную гражданскую позицию, поэтому и попал, в принципе, туда. Да, и впоследствии на протяжении нескольких лет происходила работа в молодежном парламенте Калужской области. Работая в молодежном парламенте Калужской области, так как я занимался в комитете по духовно-нравственному воспитанию молодежи, начали делать совместные проекты с Калужским отделением Императорское православно-палестинское общество, которое возглавляет Виталий Николаевич Гороховацкий. Вот, и тогда уже в рамках работы в молодежном парламенте возникли тесные связи с Калужским отделением Императорского православно-палестинского общества. И тогда мы проводили ряд молодежных мероприятий, одно из которых была эта экспедиция Сергеевская, да, и одним из основных, которых стало впоследствии и зародилось в 2012 году, это был проект «Россия, святая земля. Связь времен поколений». Международный гуманитарно-просветительский проект обмена православной молодежи. Вот, проект был придуман Виталием Николаевичем Гороховацким, который послужил его и автором, да, и который в конечном итоге выработал концепцию данного проекта. А уже молодежь, калужская молодежь, начала продвигать его идеи и развивать, как бы, данный проект. Сергей, а скажите, а чем конкретно заключается Ваша деятельность в данном проекте? Деятельность в данном проекте, ну, является, как бы, руководитель проекта, да, и впоследствии координация всех тех мероприятий, которые мы проводим. Да, проект был зарожден в 2012 году, да, тогда в 2012 году проект был презентован на Совете Императорского православно-палестинского общества 25 декабря под председателем председателя Императорского православно-палестинского общества Сергея Вадимовича Степашина, да, и в 2013 году состоялся первый визит калужской молодежи на святую землю, в рамках которого калужская молодежь посетила российский центр науки и культуры, который открыл наш президент в 2012 году Владимир Владимирович Путин, да, мы жили в этом центре, в рамках данного визита мы провели международный интерактивный мост, который связал Калугу и Вифлеем, то есть мы, молодежь, калужская сидела в российском центре науки и культуры, вот, также была палестинская молодежь, и мы в интерактивном режиме через современные коммуникационные... Ну, скажем, интернет. ...интернет, да, связь в интерактивном режиме общались с молодежью в Калуге. И тогда получилась первая интерактивная связь вот эта между Россией-Палестиной, между Вифлеемом-Калугой, между Российским центром науки и культуры и центром калужского отделения ИППО в Калуге. Также в рамках визита, в рамках визита первого, да, мы встречались с палестинской молодежью, да, мы проводили просветительские семинары, да, рассказывали о России, рассказывали о культуре России, ну, то есть несли русскую культуру и русскую ту историю палестинцам. А охотно принимают? Что самое удивительное, что самое удивительное, я был очень удивлен, то, что Россию в Палестине очень любят, любят, и россиян очень любят, да, и доходят до того, что когда на улицах Вифлеема спрашивают, откуда вы, да, то есть сначала, как бы, в Вифлееме вообще распространенный язык это английский и арабский, вот. Когда узнают, что мы из России и слышат русскую речь, то переходят сами на русскую речь и доходят до того, что приглашают домой, кормят, рассказывают, как бы, о доме, о семье, то есть чувствуется вот эта открытость палестинской молодежи и палестинского народа по отношению к России. Но это надо учесть в том, что Россия всегда поддерживала Палестину и была, как бы, таким, несла миротворческую миссию на святой земле, в принципе, которую и несет императорское православное палестинское общество. Понятно. Сергей, расскажите про финансирование все-таки этого проекта. Интересно, наверное, было бы нашим зрителям послушать, откуда, в общем-то, берутся деньги на спонсорство, в общем-то, на поездки. Смотрите, сущность проекта такова, чтобы калужская молодежь едет на святую землю с выставками, с презентациями, с рассказами о калужских монастырях, а палестинцы приезжают в Россию, в Калугу, да. И смысл финансирования таков, что молодежь платит за билеты, а питание, проживание, транспорт оплачивает принимающая сторона. Ах ты. Удобно. Удобно, да. И что самое главное, это удобно как для одной стороны, так и для другой. То есть, эта схема очень удобная, кстати, и впоследствии есть моменты еще в развитии данного финансирования, да. Но данная схема очень удобная как и для одной, так и для другой страны. А кто может попасть в данную группу молодежи, которая, допустим, отправляется у нас в нашу калужскую губернию? Смотрите, первый раз, первый раз, когда мы формировали группу в 2013 году, то я сначала, честно, когда мы на бумагу это все клали, да, когда раскладывали, расписывали маршрут, я еще, честно, не знал вообще, как, кто поедет, да, кто захочет ли кто-то поехать, да. Но когда мы начали в полном контакте выходить на молодежные организации, да, на калужскую епархию, да, то получилось так, что мы уже отбирали, кого брать. То есть, смысл людей, молодежи, которые едут в делегации, не чтобы просто прокатиться туда и обратно, а чтобы в себе нести определенную миссию на святой земле, там, допустим, сделать урок русского языка, да, сделать выставку, да, рассказать, допустим, об образовании российском, да, Калужском, вот, также в организации как-то помочь, да, в самого мероприятия, то есть, здесь удобно получается то, что человек едет за полцены на святую землю, да, там его принимают, размещают, экскурсии, разные мероприятия, да, и также мы, как бы, принимаем здесь у себя. Согласен. Процесс очень удобный, очень удобный. И что, допустим, кто ездил, да, вот, допустим, в том году ездили, семинарист ездил, да, из духовных семинарий, да, рассказывали о Калужской земле, о монастырях благословленной Калужской земли, да, то есть, и что самое главное, палестинцам это очень нравится, впоследствии и презентации мы им скачивали, да, и было видно, что я уже потом после интерактивного моста посмотрел, то, что они в самом начале, после завершения мероприятия, они их пересматривали и, как бы, изучали, что самое главное, презентации были сделаны не на русском языке, мы сделали на нескольких языках, мы сделали на русском и сделали на арабском, чтобы при показывании их на слайдах, на таких больших слайдах, да, чтобы они тоже считывали, чтобы они считывали и понимали сразу. Конечно, был переводчик с русского на арабский, но также были на слайдах показаны и на арабском языке. Уважаемые телезрители, напоминаем, что интерактивный вопрос нашей передачи звучит следующим образом. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок участвовал в деятельности молодежной политики области? Ну, как видим, из голосования интерактивного, что более 100 человек уже говорит о том, что участвовать очень хотелось бы. Почти 80 человек говорят о том, что пока не готовы к этому отдавать детей в молодежную политику. Ну, в общем-то, люди, наверное, хотят, чтобы дети занимались все-таки больше бизнесом, чем общественной деятельностью, как можно назвать прополитику. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня в гостях у нас Сергей Александрович Ступников, член молодежного правительства Калужской области. Сергей, расскажите, пожалуйста, про 2014 год. Он все-таки закончился. Я думаю, что уже можно подвести более-менее краткие итоги вашей деятельности, связанной в 2014 году. Может быть, конкретно про поездки расскажете. Смотрите, 2014 год стал одним из самых насыщенных годов. Во-первых, мы в августе 2014 года приняли с ответным визитом палестинскую молодежь. То есть они приезжали в августе, посетили Москву, показали, да, посетили центр императорского православного палестинского общества в Москве, встретились с руководителем международной секции императорского православного палестинского общества. Что самое главное, данный проект поддерживается международной секцией палестинского общества, да, также поддерживается Советом молодых дипломатов Министерства иностранных дел, да, которые, кстати, представители Министерства иностранных дел тоже присутствовали в Москве, да, и были тоже удивлены данному проекту. То, что его проект, это то, что проект с бумаги уже перерос в такую крупномасштабную реализацию, да. То есть ребята из Палестины посетили несколько дней в Москве, а потом мы поехали на Калужскую землю, да. Одним из первых городов был Боровск, Боровск, посетили Этномир, очень, кстати, понравился Этномир и улицы Мира. Почему? Потому что так как молодежь редко куда выезжала, да, из Палестины, а улица Мира, она ценна тем, что там представлены культуры, быт многих народов мира. Ну, соответственно, интересно. Да, и если честно, так как я смотрел на часы, а у нас программа была очень обширная, потому что после Боровска мы посетили Малоя Рославец, а потом еще в этот день мы ехали в Мещовск. Да, и я не мог... Удивили гостей наверняка, что образили. Удивили так, что, да, они были очень удивлены, и то, что я их с улицы Мира потом собирал, потому что, не, ну, на самом деле это проект очень интересный, и то, что сделает на Мир, да. Да, я уже не говорю то, что мы походили по территории этномира, то, что они были тоже удивлены китайским постройкам, которые там недавно, да, вот, сделаны. Вот, потом мы посетили Малоя Рославец, потом мы посетили Мещовск, вот, и впоследствии молодежь Палестины посещала Обнинск, Козельск, да. Основным мероприятием посещениям палестинцев, молодежи Палестины было проведение круглого стола в администрации губернатора Калужской области, да, который назывался «Россия, святая земля, связь времен поколений», то есть органы власти тоже подключились к нашему проекту, да, Министерство внутренней политики Калужской области и массовых коммуникаций. На круглом столе присутствовал министр внутренней политики Красовский, да, Калугин, вот, и была выдвинута инициатива о побратимстве Калуги и Вифлеема. Ах ты, побратимство даже. Побратимство, да, потому что до такой степени уже наши молодежные обмены, как бы получили такой размах. Потом, оставшиеся дни, палестинская молодежь была в Калуге, в Калуге, и гуляла по улицам Калуги, посещала различные музеи, краеведческий музей, кстати, мы посетили, да, они были очень удивлены, там, тем макетом животных, которые там сделаны, да, ну, то есть впечатлений у них очень хорошие и много, да. Что самое главное, мы посетили еще автоэволюция, тогда проходила в сквере Волково, у нас уже время подходило к концу, и мы все равно, я вот специально, даже 10 часов вечера было, но я уже понимал то, что сам проект как бы закрывается уже, да, половина машин уже уехала, но мы все равно взяли и поехали, и вот эти старинные машины посмотрели. Ну, если можно было видеть их лица, потому что они были очень, конечно, довольны. Ну, понятно. Сергей, а расскажите поподробнее о, в общем-то, вашей поездке в Палестинск. Ты слышал о том, что вас встречал сам губернатор, в общем-то? Смотрите, в октябре 2014 года, да, состоялся визит калужской молодежи на Святую Землю, в рамках которого были организованы ряд встреч. Первая встреча была, как вы правильно сказали, встреча с губернатором Вифлеема, да, который очень положительно оценил данные обмены, да. Потом мы посетили русскую школу в Вифлееме, которую 1 сентября открыл председатель императорского православно-палестинского общества Сергей Вадимович Степашин, 1 сентября, то есть специально русская школа, и данная школа построена при патронаже Путина и императорского православно-палестинского общества, вот, то есть это стратегические направления. А вот, также мы посетили российский центр науки и культуры, в рамках которого, я был удивлен, нас так встретили, то, что гимны даже России и Палестины проиграли, да, вот, рассказали также о проекте, было много молодежи, и вторая поездка была намного уже крупномасштабнее, чем первая, да, то есть уже резонанс пошел, и вот эту духовную связь между Россией и между Святой Землей, которая была сделана до 17-го года, и которая, как бы, делалась при патронаже первых лиц, как и государства российского, так и первых лиц губернии нашей до 17-го года, да, потихоньку восстанавливается, потихоньку восстанавливается. Что самое удивительное, то, что в императорское православно-палестинское общество, в Калужский отдел, да, входил, также губернатор, да, также митрополит, и входили первые люди вообще Калужской губернии до 17-го года, то есть это была очень престижная и очень ответственная организация по перечню своих функций, которые были заложены и прописаны в уставе. Вот, впоследствии, в рамках визита на Святую Землю, мы встречались с молодежью, да, мы посетили скаутскую организацию молодежную, да, если, допустим, у нас в России это молодежный парламент, о чем вы сказали, молодежное правительство, да, какие-то молодежные организации при партиях, да, то у них очень сильно развито скаутское движение, вот. Мы встретились с теми ребятами, которые приезжали из Палестины в августе 2014 года к нам, они вот скауты, да, и скаутское движение у них очень развито, очень, то есть, и что самое главное у них, это как нормальным вечером, да, пойти, допустим, в офис скаутской организации, там, чаепитие какое-то, да, какие-то спортивные мероприятия, какие-то дискуссии у них устраивают, я вот так замечал, потому что у них по комнатам разделено, да, и они... По интересам. По интересам, да, и что самое главное, ну, там были определенные трудности в языках, но, как я понял, то, что у них развито очень это, очень развито, да, вот. А также мы посетили ряд городов, мы посетили Хеврон, да, мы посетили Иерусалим, да, мы встречались с заместителем представителя Российской Федерации в Палестине, то есть, представительство Российской Федерации, это МИДовское отделение, вот, тоже рассказали о проекте, что самое главное, нас тоже хорошо встретили, и данные вопросы, данный проект тоже находятся под патронажем представительства Российской Федерации в Палестине, то есть, они в курсе были, что мы приедем, это вот Тармалу мы посетили, где, кстати, также могила Ясера Арафата, ну, многие, наверное, телезрители тоже знают, это героя, одного из героев, как бы, Палестины, да, вот, также из мероприятий, что мы сделали, да, мы открыли выставку, выставку, которая была посвящена приезду... Выставку где открыли? Мы открыли выставку в Скаутской организации, в социальной арабской организации, да. Свою выставку? Мы привезли свою выставку, да, много фотографий, около 30, то есть, выставка была посвящена, как молодежь Палестины приезжала в Калугу в августе 2014 года. Я думаю, что они и так рассказали. Они рассказали, но было намного интереснее видеть, когда... И они были очень приятны, кстати, то, что выставку мы повесили когда, но там же приезжало немного человек, когда другие начали подходить и смотрели, да, то было очень, как бы, видно то, что они довольны друг за друга, то, что эти ребята съездили, другие поедут... А у этих еще все впереди, да. Также был концерт, концерт был сделан, да. Вот, также мы провели интерактивный мост, также, который связал Россию-Палестину, как мы проводили в 2013 году, да. Кстати, Российскому Центру науки и культуры и русской школе в Вифлееме мы привезли 300 книг русских, русских, да, духовных книг, которые мы тоже подарили. То есть это тоже специальная такая миссия, вклад, да, которую школу Степашина открыла, а мы как раз в нее везем книги, пожалуйста. Книги собирали, и очень приятно то, что и люди, хочу сказать спасибо, кто отозвался и принесли книги в наш офис, чтобы мы, как бы, привезли их на Святую Зиму. Понятно. Сергей, а вы пришли не с пустыми руками, я вижу, в нашу студию. Да. Расскажите поподробнее об этом, в общем-то, подарки или что это? Это как сувенир, как сувенир, да. Так. Вот. Была встреча с мэром Вифлеема, на которой обсуждались вопросы сотрудничества, да, дальнейшего. Вот. И мэр подарила всем вот такие, как бы, флажки, как вот, шарфики. Шарфики. И где она лично расписалась. Вот если, не знаю, можно показать, да, лично. Да, видно. Вот. Мэр каждому члену делегации Калужской расписалась. То есть, тоже было очень приятно. Такие, вот, как бы, презенты. Сергей, а еще хотелось бы вас кратенько послушать о перспективах развития, все-таки, вашего общества. Проекта. Проекта, да, совершенно верно. Смотрите. Это, вот, у нас в классическом понимании развитие проектов, ну, вроде как, вспомнить классику Остапа Бендера, развивал шахматный клуб. Я надеюсь, у вас более глобальное и ценное общество и сотрудничество. Ну, в общем-то, о перспективах. Смотрите, 28 октября 2014 года состоялось заседание и подведение итогов международной секции императорского православного палестинского общества, которую возглавляет Олег Иванович Фомин. На эту секцию были приглашены председатель Калужского отделения императорского православного палестинского общества Виталий Николаевич Гороховацкий, да, на который мы рассказали о 120-летии Калужского отделения, да, и также о реализации данного проекта. Да, проект был очень, как бы, оценен, поддержан также, да, и впоследствии отделение императорского палестинского общества, созданное во многих регионах и во многих странах. И с инициативой даже выступило мальтийское отделение палестинского общества, чтобы делать уже обмены не только, допустим, с Палестиной, да, но, допустим, с Мальтой активно готовые прорабатывать вопросы, прорабатывать вопросы. Ну, в общем-то, все впереди. Да, все впереди, тем более, вот в этом году, конечно, у нас не получилось съездить в Иорданию, да, съездить в Иорданию, да, но в дальнейшем, в дальнейшем, да, в планах также, чтобы этот визит на Святую Землю, которая охватывала Палестину и Израиль, да, также включить Иорданию, да, потому что в Иордании созданы православные общества, да, и там и руководят ими действительные члены палестинского общества, да, императорского православного палестинского общества. То есть налаживать контакты уже с другими странами и с другими отделениями, вот. А также, какие дальнейшие развития проекта? Конечно же, это охват, чтобы как можно больше молодежи российской, калужской, да, чтобы молодежь от других региональных отделений императорского православного палестинского общества приняли участие в данном проекте, да, и побывали на Святой Земле, и, как бы, увидели и поняли, да, пропитались той духовной, как бы, историей, той духовной культурой, которая закладывалась до 17-го года первыми лицами государства российского. — Сергей, ну, это все, прямо вот, пожелать вам хочется успехов в вашей деятельности. Напомню, что у нас сегодня интерактивный вопрос, хотели бы вы, чтобы ваш ребенок участвовал в деятельности молодежной политики общества, в частности, в нашем регионе, в Калужском, как, видимо, с голосования более 200 человек говорит о том, что, да, хотели бы участвовать, ну, видимо, вы еще добавили свою лепту, так сказать, в мнение наших телезлителей. — Ну, и, подводя итоги, хотел бы сказать, что в гостях у нас сегодня был член молодежного правительства Калужской области Сергей Александрович Ступников. С вами был я, ее ведущий этой программы, программа «Власть» Фролов Иван. — Сергей, спасибо вам большое за то, что приехали к нам в телекомпанию, подарили, несомненно, и тот вклад, и опыт, поделились с нашими телезрителями о том, что у вас происходило за последние годы. Удачи вам, успехов в ваших начинаниях. — Спасибо. — Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова